МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Олег, вы как организатор можете начать разговор. Расскажите, пожалуйста, фестиваль проходил уже в прошлом году в Бийске. Как это было? Совершенно верно. Мы сделали такой, знаете, исключительно пробный вариант фестиваля. Я подавал на грант, грант от молодежной политики, и прошел, выиграл этот грант. Мы сами не ожидали, что вызовем такой резонанс, что соберется очень много людей, слушателей, которые поддержат такое направление, чтобы мы собрали не только слушателей вокруг себя, но и спортсменов, которые участвовали, показывали и делились мастер-классами по подъему штанги, по жиму штанги лёжа. Всё это было круто и сорганизовано. Какие были результаты? Ну вот вы провели «Сказки короля» в первый раз, и кто вообще принял участие, кто отозвался? Возможно, были отзывы какие-то поступали, возможно, сейчас вы их видите и слышите при подготовке. Да, в прошлом году мы сами не ждали, что сделаем из обычного концерта фестиваль. Небольшой, но был настолько яркий и тёплый, что отзывы остались до сих пор. На этом фестивале можно было посмотреть и увидеть мастер-классы от спортивных площадок до ремесленников, от ценителей искусства, заканчивая от того, что и была небольшая площадка с гастрономией. И всё это объединило и сделало классный резонанс в нашем городе. И сделали в этом году, делаем и готовим более интересный фестиваль, который вызовет резонанс, я думаю, не только в нашем уже городе, но и в целом Алтайском крае. А сейчас подготовка на каком этапе? Кто участвует в организации ещё, кроме вас? У нас группа организаторов, с которыми мы работаем плотно и активно. Уже проделан большой кластер работы, соответственно, мы всё развивали это в интернете. И сейчас мы переходим уже на площадку, мы делаем и строим трассу для джипов, которые будут преодолять эту трассу, чтобы это было значимо, эффектно и, конечно же, тяжело как спортсмену. Вообще зачем готовят специальную трассу и чем мотофристайл отличается от каких-то других соревнований, гонок, автогонок? Что это такое? Ну, будет проходить джип-триал. Обычно мы участвуем там в всяких трофи-рейдах, это маленько другой формат соревнований. В этот раз будет джип-триал проходить по кольцевой трассе. То есть будут спецучастки. Это выгоднее со стороны зрителей, потому что всё проходит на виду, зрители могут наблюдать, как машины преодолевают какие-то препятствия. Препятствия будут сделаны искусственно, то есть это могут быть какие-то колёса накиданные, ямы вырыты трактором с водой. И должно это всё быть эффектно. В чём экстремальность соревнований? Это происходит очень быстро, на время, может быть? Сама трасса определяет то, что это будет сложно. Старт за определённое количество времени, ну, за меньшее количество времени, нужно пройти спецучасток. Соответственно, надо будет где-то застрял, надо, чтобы штурман выбежал, зацепил лебёдку, подложил под колёса специальные штуки, трапы называются. И, то есть, всякие вот такие моменты будут сталкиваться участники с трудностями. Вы уже имеете опыт в таких соревнованиях? Или вы больше организатор? Как вы себя позиционируете? Я организатор и участвую постоянно. То есть вот за прошлый год было 15 соревнований за год. То есть они проходили по всей Сибири. Это был Барнаул, Горн-Алтайск, Томск, Кемерово. То есть всякие такие в сторону Омска. Мы ездили даже в Осюганские болота. То есть по всей Сибири участвуем. На Россию ещё не ездили, но собираемся. То есть публика отзывается на такие соревнования, и участников много? Да, участников достаточно много. Примерно от 30 до 70 экипажей собирается. Участвуют тоже в каких-то соревнованиях местного масштаба есть. Участников до 4-х человек. В официальных соревнованиях, которые там ФАС проводит, там 2 участника в автомобиле. Давайте немножко расскажем подробнее о программе. Кроме мотофристайла, что будет ещё? Сама музыкальная программа, она будет проходить где-то на сцене. Да, безусловно. Почему я хочу вернуться к городу Биску? Рассказать про то, что город Биск – это ворота Алтая. Мы все это знаем, мы все это ценим, мы все это любим. И всё это понимаем. И поэтому мы выбрали именно локацию рядом, в черте города Биска, чтобы аудитория собралась городская. Ну и также с других регионов, и с других городов. Потому что транспортная доступность у нас в Биске, ну, прекрасная. Чуйский тракт, красота открывается. Впереди большие горы, высокие горы и прекрасные долины. Но почему мы всё это взяли и сделали в Биске? Да просто элементарно, потому что горный кластер, оно всё лучше и лучше увеличивается и в популяризации джипов, потому что сейчас очень много стало даже клубов уже по спорту, по джипному спорту, спорту джипов. Так же, как и постоянные конные прогулки. Их всё больше и больше. Конные клубы возникают. Так же, как и по мотоциклам. Всё больше любителей, ну, уже не любителей, а спортсменов возникают в Алтайском крае, которые покорятся вершинами на мотоциклах. И всё это приводит к тому, что популяризация идёт. И этих видов спорта не просто люди собрались, показали там, как они умеют ездить, а это уже действительно спортсмены. И хотят продемонстрировать свой мастер-класс. И будут технические комиссары, которые будут препятствовать зрителям попадать на трассу. Но есть всё равно какие-то нерадивые зрители, которые хотят залезть в гущу событий с телефоном, там куда-то что-то поснимать, совет обязательно раздавать нужно. Без советов никуда. Как вы организуете обычно работу с участниками, чтобы они не навредили друг другу, чтобы там не было каких-то аварийных ситуаций? Обычно автомобили оборудованы каркасом безопасности, ремнями, то есть чтобы в касках, опять же, участники сидят, чтобы по минимуму были какие-то повреждения. Ну и стартует, это не общий старт будет, а по одному автомобилю будет запускать. Соответственно, контакты между автомобилями там практически исключены. Будут какие-то, например, пункты для ремонта машины? Ну, конечно, будут технические зоны, где нужно будет ремонтировать автомобиль. И такие моменты в 100% будут. То есть не бывает соревнований без каких-то поломок. У меня, в основном, тоже там очень часто происходит. Ради чего обычно участники подписываются на такие испытания духа? Ну, это хобби, в первую очередь. Оторваться от суеты какой-то рабочей. То есть уехать. Это обычно за городом где-то происходит. Ну, это здесь фестиваль, допустим, будет в рамках города. А так соревнования где-то за городом, на природе, в компании, соответственно. То есть это уехать и не думать о какой-то работе. Такой своеобразный отдых, но активный. То есть морально отдыхаешь. Ты в этот момент, когда там стартанул, и до финиша едешь, и не думаешь ни о чем, кроме того, чтобы финишировать. Ни о какой работе там, ни о каком телефоне, ты в этот момент вообще даже мысли нет. Вообще фестиваль, получается, собирает очень большую аудиторию не только любителей спорта или любителей музыки, но еще и любителей какой-то редкой кухни. Сама суть этого всего фестиваля, самого события заключается в том, чтобы продемонстрировать не только показать спортсмену то, что они развиваются, и тот спорт на этой площадке можно будет рассмотреть воочию, но и также продемонстрировать то, что какая у нас есть индивидуальная гастрономия. Это непосредственно кухня из мраморной говянины, которая выращивается на алтайских лугах. Это, конечно же, с Горного Алтая также у нас будет кухня этнического представительства. То есть это блюдо сделано именно по рецептам Горного Алтая. То есть люди могут попробовать, отведать. Но и не только по кухне, и ремесленники тоже покажут мастер-классы, продемонстрируют, что они умеют, делают, изготавливают своими руками. Это как кожаные изделия. Также глиняная посуда, деревянные изделия. Все это экологически чистые изделия, которые производят наши ремесленники Алтайского края. Музыкальная программа у нас объединяет более девяти музыкальных коллективов Алтайского края и других регионов. По Алтайскому краю у нас будут направлены, это, конечно же, авторская музыка, но и кавер-бенды с любимыми песнями. Это будет уже отдельное шоу. Но и самое главное, это хедлайнеры фестиваля, которые приедут к нам и покажут свою изумительную программу, направленную на этнические инструменты. Это горловое пение, это таль-харпа, это варганы. Это все вместе под смесь эмбиента и какой-то магии. Поэтому с этой программой, кстати, друзья, эта группа, они проездили непосредственно, почти весь земной шар. Мы поработали за границей и на крупных фестивалях. И поэтому мы будем только рады, что они выступят у нас в качестве хедлайнеров. Это группа Ньютленд. И они великолепно передают свое шоу. Музыка направлена как раз-таки на кластер северных народов. И они передают ту атмосферу, то исполнение, которое было в тот период, в очень древний период, на своих этнических инструментах. Такого в Алтайском крае не было. Я и думаю, как сам участник многих фестивалей, фестивалей, которые проходят в Москве и в Центральной части, и в Питере, все фестивали, они делятся по определенным кластерам. Это либо музыкальный, либо спортивный, либо какой-то еще гастрономический. А вот все это объединить просто элементарно. У них не хватает площади, чтобы найти место, чтобы найти возможность все это соединить. У нас возникло такое желание, чтобы мы сделали такой фестиваль именно в Бийске, потому что есть площадка замечательная. Это конный двор, конно-спортивный двор, где у нас первые спортсмены с города Бийска тренируются на верховой езде. И поэтому это замечательное место, где можно будет продемонстрировать и собрать все такие интересные события всех спортсменов, можно сказать, по индивидуальным видам спорта. И концертную программу. По территории это будет тоже масштабно. Вот как человеку сориентироваться на местности, чтобы попасть на все важные точки? Мы сейчас уже планируем запускать карту фестиваля, чтобы это было ясно. Это мы планируем через интернет. В дальнейшем уже при входе на фестиваль у нас будет возможность, это будет стенд определенный, и по всей территории фестиваля будет висеть карта, чтобы люди понимали, где какая точка и в какое время начало заездов, либо спортивного мероприятия, либо концертной программы. Еще не стартовал набор спортсменов, которые могли бы продемонстрировать, выступить и, конечно же, победить, побороться за подарки и призы от партнеров и спонсоров. Потому что у нас призовой фонд, он более 100 тысяч рублей, и этот призовой фонд будет делиться только лишь на два направления, на джип-триал и непосредственно по силовому экстриму. Александр, какие-то ваши рекомендации для участников, которые хотят еще записаться на мотофристайл? Что нужно сделать, что нужно знать? Правильно не буду сказать, на джип-триал, но мото тоже там будет присутствовать. Но регистрация будет на месте. В любом случае, все желающие участники, у кого есть какой-то полноприводный автомобиль, который хочет свои силы, так скажем, испытать, могут приехать на место и прямо на месте зарегистрироваться. Нужно брать с собой аптечку или автомобильную аптечку, чтобы что-то починить в процессе езды? Конечно, да. То есть техкомиссия будет, то есть обязательно наличие касок на каждом члене экипажа, аптечка, огнетушитель, то есть базовые такие вещи, инструмент в любом случае пригодится. Без инструмента на таком автомобиле вообще выезжать категорически запрещено. А что важнее, какой-то там трос взять с собой или лопату, или что нужно? Все нужно. Главное – опыт прихватить с собой, потому что опыт – это самое основное, что пригодится в подобном виде спорта. Ну, запись также существует, кстати, на джип-триал, сейчас непосредственно онлайн. Силуэкстрим мы сделаем не для больших дядек, не для больших спортсменов, которые по 2 метра ростом и тягают там штанги по 300-400 килограмм, а для рядового человека, который мог побороться с рядовым человеком, чтобы это была популяризация спорта, чтобы люди понимали, это будут объективно не тяжелые веса, объективно не травмоопасные упражнения, но будет дорога, которая с испытаниями для человека, для его характера и физической подготовки. Поэтому здесь вот цель – все-таки популяризация видов спорта. У нас есть группа, группа ВКонтакте находится в фестивале, это самый главный сейчас источник наш, люди туда добавляются, добавляются каждый день, там много инфоповодов, мы там не только рассказываем про фестивали, про партнеров и кто у нас будет участвовать, но и показываем вообще, как идет подготовка к фестивалю, что у нас появляется, что у нас открывается, и, конечно же, там мы и ведем записи, как участников, так же и людей, которые хотели бы прийти с мастер-классами, это ремесленников, и здесь же указано, где приобрести можно билеты, это три точки продажи в Бийске и одна точка в Барнауле, и также онлайн, потому что весь фестиваль, всю нагрузку финансирования мы берем на себя, мы закупаемся и вкладываем большие финансы для реализации нашего фестиваля. Поэтому все на нашей страничке нашей группы фестиваля. У нас вход для детей бесплатен до 12 лет, поэтому это спокойно. Взрослые родители могут приехать с детьми и пройти. За ребенка не нужно ничего платить. Будет детская зона, будут детские игры, и непосредственно на территории конно-спортивного клуба есть не только лошади, на которых можно детям будет посмотреть, сфотографироваться, пощупать, потрогать, какие-то мастер-классы пройти. Ну и пони, верблюды. Поэтому это интересное место, и я думаю, дети тоже найдут себе интересное занятие. Мастера кузнечного дела покажут и продемонстрируют, как куется сталь, как это все делается, и можно будет пройти мастер-классы. Еще у нас площадка будет реконструкторов. Это ребята, которые отлично сохранили одежду, оружие времен 18-го века, 16-го века. И даже есть самурайский клуб, который продемонстрирует доспехи самураев, настоящие самурайские мечи, и культуру самураев. То есть мы объединяем клубы, которые могут стать изюминкой тоже фестиваля. Фестиваль «Сказки короля» состоится 15 июня. Гости покупают билеты, а также еще открыта запись на несколько соревнований спортивных или музыкальных. Вы также можете оставить свою заявку в группе организаторов в социальных сетях. Всего доброго!